Главное за день. Пьяный ДТП, оцепление кварталов и новый мост. Я считаю, что QR-код это цифровое клеймо, либо цифровой порядковый номер. Вяло хайпанули. Депутаты Хурала одобрили ведение QR-кодов в общественных местах. Я замоталась его туда-сюда таскать. Вынесу, опять занесу, вынесу, опять занесу. Частный сектор тонет в собственном мусоре. Как решают проблему? Деда Мороза в инфекционке. Или как артисты пациентов поздравляли. Это новости на АТВ. Сегодня вторник, 14 декабря. В студии Кристина Брылева. Здравствуйте. О последних событиях республики расскажу я и мои коллеги. Анастасия Левина начнет с главного за день. Оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам. С таким предложением выступил губернатор Забайкальского края. Александр Осипов заявил это на оперативном штабе после доклада главы Роспотребнадзора региона об эпид-обстановке в Забайкалье. Хотите, придумайте там кварталы, оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Такое предложение вызвало множество негативных комментариев в личном аккаунте губернатора в Инстаграм, после чего Осипов заблокировал доступ к комментированию. Оставил на некоторое время возможность писать комментарии только тем, на кого я подписан. Атака ботов. Пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах. Нужны решительные действия. Принимать даже экстраординарные меры, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 13 декабря в Забайкальском крае выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом. По данным госавтоинспекции Бурятии, за 11 месяцев на дорогах республики зарегистрировано 890 ДТП с пострадавшими. В результате аварий 108 человек погибли, более тысячи ранены. Большая часть ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Это 776 аварий. Отметим, что в 190 случаях граждане управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения, что привело к гибели 41 человека и травмированию 284 участников дорожного движения. Аварии происходят не только по вине водителей. Так, виновниками 107 ДТП стали пешеходы. Погибли 24 человека, 85 получили травмы. При этом в 25 авариях они находились в нетрезвом виде. Аномально теплая декабрьская погода заканчивается. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается похолодание. На севере понижение температуры до минус 44 градусов. В среду, 15 декабря, по республике местами небольшой снег. По Прибайкалью возможен умеренный снегопад. Днем в отдельных районах сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах снежные накаты. Будьте осторожны. На автодороге Култук-Монде завершили капитальный ремонт моста через реку Зумурен. На сегодня движение организовано по двум полосам. Общая длина моста – 228 метров. Мост через Зумурен относится к числу особо значимых объектов, так как обеспечивает бесперебойный проезд по дороге, соединяющий Россию и Монголию. Также А-333 ведет к популярному горно-климатическому курорту под названием Аршан. Если раньше по мосту могли проезжать автомобили весом не более 25 тонн, то теперь там могут ездить 80-тонные машины. Юмористы из Улан-Удэ во второй раз стали победителями шоу «Суперлига». Выпуск вышел в эфир 13 декабря. На этот раз команда «Буряты» показала сказку «Колобок». Чимиджамьянов в роли «Колобка» преследовал хитрую лису. Ее сыграла популярная телеведущая Елена Летучая. Это принесло «Бурятам» победу с призовым фондом в миллион рублей. Мы забрали пояс и миллион рублей. Спасибо всем большое, кто верил в нас и не верил. Мы идем дальше. Сегодня депутаты Народного хурала собрались на внеочередную сессию. Несколько часов они обсуждали только один вопрос. Стоит ли им одобрить поправки в федеральный закон, которые ограничивают доступ в общественные места без QR-кодов? Мнение «за» и «против» выслушал наш корреспондент. «Мы снова в Народном хурале. Сегодня здесь проходит внеочередная сессия, посвященная обсуждению федеральных инициатив, связанных с более жесткими правилами по QR-кодам. Честно говоря, смысла особого в этом нет. Нам кажется, это некой формальностью, потому что в Москве уже все решили еще вчера. Поэтому вот эта сессия хурала, ну это, как сказал Великий Ужасный Бобков в нашем прошлом сюжете. Если кто-то может хайповать, пожалуйста, пусть хайпуют, пусть проявляют элементы эпатажности». И они их проявили. Причем начали это делать еще на улице. Можно с вами поговорить? Конечно. Просто поясните, почему вы вышли и что хотите донести? А я выражаю свою гражданскую позицию, что я против того, чтобы сегодня узаконили введение QR-кодов. Я считаю, что QR-код – это цифровое клеймо, либо цифровой порядковый номер. Когда-то рабство мы уже победили, скажем так, пережил это человечество. Советский Союз... С пикетчицей на ступеньках Урала мы общались больше пяти минут. Если интересно, весь диалог без купюры монтажа можно посмотреть в наших соцсетях. Ну а мы переместимся туда, где потеплее, и послушаем аргументы депутатов за и против. «В этом зале нет ни одного профессионала-вирусолога, который мог бы компетентно рассуждать на эти темы. И кто бы там ни призывал, ни политизировать вопросы, какая бы фракция это ни делала, на самом деле вопрос все равно в значительной степени носит такой политический окрас». «Ночью до дискотеки танцевать можно, да? Мы доставали, надо сидеть по четыре человека, да? Те люди, кто и четыре человека, приезжают в маршрутках по 17, по 20, по 30 человек вообще». «Фракция КПРФ призывает данный законопроект не поддерживать. Против не выступил ни один регион». «А вот эти полумеры ни к чему не приведут. Это просто даст губернаторам, возможности, главам регионов вводить более жесткие меры и заставлять вакцинироваться. Больше ни к чему этому не приведет. Поэтому мы не поддерживаем. Спасибо». «Уважаемые коллеги, давайте представим, что перед каждым из нас, вот здесь на столе, стоят весы. На одной чаше вот эти ограничения, которые в определенной степени уже действуют или будут действовать, к которым человек быстро привыкает. Никто же нам не перекрывает возможность дышать воздухом. А на другой чаше – это коварная болезнь и, к сожалению, великому смерть». «В итоге инициативу Москвы все-таки поддержали. За 44 против 14 депутатов. Впрочем, для жителей Бурятии это мало что изменит. К большинству ограничений мы привыкли давно». Сергей Тучков, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. «Я не знаю их последствия и реально для чего он нужен, какое его будущее. Вот это меня настораживает». «Ладно, спасибо большое». «Всего вам доброго». «И вам». Проблема с загрязнением воздуха в Улан-Удэ не новая. И уже вышла на федеральный уровень. Министерство природы Бурятии совместно с экологами из Санкт-Петербурга нашли способ улучшить экологическую обстановку в городе. Сейчас основной проект – переход на бездымное топливо. Именно оно позволит заменить бурый уголь и уменьшит количество необходимого топлива почти в 4 раза. А с помощью фильтра дымоуловителя можно очищать котельные от вредных веществ. Но самое главное – это перевод частного сектора на электропотребление. «Сейчас глава Бурятия Алексей Самбычев-Саденов дал нам поручение. Мы формируем бюджетную заявку – 12 миллионов на то, чтобы подготовить ТЭО перевода на электроотопление. Самое главное – мы подключаем туда финансистов, экономистов, которые обоснуют, какая должна быть доля субсидирования федералов, регионалов, чтобы жителям было выгоднее топиться электричеством. Закладываем условия. Весь Левый берег переводим на электрообогрев. Вся зона Левого берега становится красивой и безопасной зеленой. И кроме этого, если кто хорошо различает цвета, видно, что в целом на остальный город тоже оказывается благоприятное воздействие». Самыми грязными районами города стали Левобережье, поселки Горького, Комушка, район Шишковки, Оршан и Верхняя Березовка. Именно их хотят перевести на электропотребление. Конечно, если этого захотят жители. «Живем как на помойке», – так говорят владельцы частных домов в Улан-Удэ. Мы неоднократно поднимали мусорную тему. Десятки, а то и сотни жалоб ежедневно поступают от жителей частного сектора. Как решают проблему с вывозом мусора, разбиралась Екатерина Быкова. «Я еду мимо Ковалевской, 63, у них, получается, мусор тоже стоит, не забрали. Это, получается, 69. Вот тоже пакеты висят у них. Значит, вчера у них тоже не забрали. Вот уже за пять недель четыре мешка. Вчера была пятая неделя, вчера должны были забрать, не забрали. Я замоталась его туда-сюда таскать. Вынесу, опять занесу, вынесу, опять занесу. Будет машина стоять где-то на одном конце улицы, и чтобы мы, жильцы, таскали к этой машине, но мы тоже так же не согласны». На прошлой неделе на одном из совещаний в администрации железнодорожного района Улан-Удэ региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами «Экоальянс» предложил изменить порядок сбора мусора в частном секторе. По словам директора «Экоальянса» Дмитрия Дружинина, компания вынуждена отказаться от подворового сбора мусора. Без этого к работе не может приступить новый подрядчик – иркутская компания «РТНЕО». «Законодательство позволяет нам не использовать подворовой сбор, и мы его не используем, поскольку это очень затратный метод. Вместо этого мы устанавливаем график. В определенные точки в определенное время приходит машина, ждет 5-10 минут. За это время жители выносят пакеты с мусором». По словам Дружинина, новая схема позволит сократить время объезда и сэкономить на количестве техники. А пока владельцам домов предложили использовать так называемые общие контейнеры. Но эта идея не устроила жителей частного сектора. «Ни один не согласится, чтобы возле каждого двора, даже возле моего двора, если не возле этого двора, площадку сделать». «У нас было так несколько лет тому назад, вот там на углу, вот сейчас построили там дом, там стояла мусор. Да там что было? Там собаки и лазили, потом возле этой мусорки вот такая, ну целая гора, это была свалка». К работе подрядчик «РТНЕО» должен был приступить еще в конце прошлой недели. По факту, подворовый сбор уже не осуществляется. Однако пресс-служба АК Альянса утверждает обратное. «Нет, нет, еще не поменялось, а только хотят поменять». «А когда планируют поменять?» «Я сейчас спрошу, согласую, ладно, и перезвоню вам». Но ответа мы так и не получили. Ежедневно только по железнодорожному району поступают десятки жалоб на несвоевременный вывоз мусора. Как скоро решится эта проблема, покажет время. Екатерина Быкова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Вы еще не купили мандарины и все еще без новогоднего настроения? Тогда очень рекомендую посмотреть наш следующий сюжет. Там Деда Мороза, Снегурочки и даже Тигр. Заряжайтесь настроением вместе с нами. «21 Дед Мороз», «5 Снегурочек» и вполне говорящий «Тигран». Столько героев сказок я насчитала перед окнами больницы. Несмотря на колючий мороз, артисты Центра культуры и досуга создали праздничную атмосферу и смогли согреть зрителей своей музыкой. «Мы очень любим поздравлять таких особенных людей, как врачей. Любое какое-то мероприятие обязательно мы поддерживаем, выступаем для них». «Как вас зовут и должность?» «Катя? Артист? Голубик?» Новый год – семейный праздник, а кто-то может провести его в больнице. Поэтому для пациентов и медиков устроили настоящий праздник. «Это наша благотворительная такая акция. Мы назвали ее «Новогодний экспресс». Чтобы уже придать такое новогоднее хорошее настроение, мы решили проехать по нашим городским больницам. Первая идея нам пришла в голову, конечно, проехать по детским больницам. Но мы расписали, поняли, что и взрослому населению хочется праздника. И особенно праздника хочется не только пациентам, но самое главное – поддержать врачей». «В связи с ковидными ограничениями украшать помещение больницы запрещено. Но, как говорится, если закрыта дверь, мы зайдем через окно». «Такой вот праздник вы устроили нам. Была приятная неожиданность такая. Как бы не ожидали, и раз, настроение подняли. Чувствуется, что скоро будет Новый год». Сейчас небольшая реклама, а после нее вы увидите. «Заведующая реанимации сказала, что якобы, вот раз вы там звоните в Минздрав, вообще я вам ничего говорить не буду, и вообще они у вас скоро оба умрут». Причинение смерти по «История семьи Усольцевых». «Новая волна – моя стихия, музыка, порезия, любовь». «Новая волна» на ЛВРЗ. Творческий коллектив завода празднует юбилей. «Я скажу, я вас не оскорблю». «Нет». «Ну, потому что мужчины переродились». Мужчины переродились. Мужское и женское в рубрике «Улан-Удэ-Лайф». Заряжайся на Новый год с Абсолютом. Адреналин Голд со скидкой 32%. Всего за 67,54. Абсолют. Гарант низких цен. К нам обратились Николай и Любовь. Не так давно они потеряли родителей. Александр и Людмила Усольцевы тяжело болели коронавирусом. И, по мнению их детей, должного ухода за больными врачи не оказали. Сейчас дети пытаются восстановить справедливость, но уже в память об отце и матери. Свою историю они готовы рассказать публично. В июле месяце отец заболел. Заболел, простыл, как он считал. Пришел врач у отца, взял анализы на ковид. В общем, как бы особого лечения такого не назначалось. И ничего, ему анализы взяли. В общем, сказали, будет готово через неделю. Когда отцу вызвали врача, маме тоже уже было плохо. Мы как бы сказали об этом врачу. На следующий день пришел врач с местной амбулатории и сказал, что у вашего отца анализ отрицательный на ковид. То, что у него простое, простудное заболевание. Через день приехали, у мамы взяли анализ также. Когда мы уже настояли, что как так отец болеет, а мама, почему не берете-то, у нее она плохо себя тоже чувствует. Взяли у мамы анализ, то же самое. Поехали в КРН, в больницу. Сделали снимки флюорографические. Сказали, что все хорошие анализы, ничего такого страшного нет. У отца там было поражение. Поражение 15% легких было. У мамы было все нормально. После этого они порекомендовали лечиться вообще дома. Не рекомендовали оставаться в больнице, проходить лечение на дому. В этот же день я их с Аршана привозил в КРН, в больницу забрал их, повез обратно в Аршан. Доехав до Аршана, отцу стало плохо. Он опять упал на кровать. В общем, у него поднялась высокая температура. Я настоял на том, чтобы отец собрался обратно и поехали вложиться в больницу. Кнопка, на которую нажимать будем? Кнопка тревожная, не рабочая. Не знаю, нажимали, что-то никто еще не пришел. Пришли, здесь никого нету. Отправили, сами легли, лежим. В туалете света нету. КРН, инфекционное отделение, фильтрационный какой-то бокс, больница. КРНская. Шесть дней Александра и Людмила Усольцевы провели в больнице в КРН. По словам врачей, они шли на поправку. Однако на шестой день санавиации пришлось экстренно эвакуировать их в Улан-Удэ. Дети заметили, что родителям стало намного хуже. В Улан-Удэ папу сразу поместили в реанимацию для лечения. Была жалоба у мамы на то, что у нее поднялось давление. Она мне как-то звонит вечером и говорит, дочь у меня, говорит, хотела покушать, принесли, говорит, как раз таблетку от давления. Я пока ее сглотнула, все, лежала, попросила девочек не убирать ужин. Пока повернулась сбоку, ужин уже унесли. Я говорю, мама, ты что так не покушала? Нет. Я, значит, звоню на вахту туда девушкам. Они говорят, что сейчас мы разберемся, принесут ужин. После этого опять позвонила маме. Мама сказала, что нет, не принесли. Сказали, нет ужина. Дети со слезами на глазах вспоминают, что происходило с их родителями в том госпитале, на Солнечной. По словам детей, Людмиле не давали воды. Александра привязывали к кровати, а после нескольких дней пребывания в больнице диагностировали истощение. Дети сами покупали для родителей лекарства, но и те, как говорят Любовь и Николай, не использовались по назначению. Даже оборудование им приходилось самостоятельно искать в других клиниках, за что они не раз получали упреки от врачей. Считаем, что их неправильные действия врачи повлекли тяжелые последствия, смерть наших родителей. Мы еще обращались в Минздрав к Лудуповой. Было понятно, что она свою цель преследует – узнать, что мы, какие претензии имеем в виду. Она пообещала, что через три недели она пригласит нас, служебную проверку проведут, разъяснит нам, что из чего и как провели они проверку, с экспертами, все. Однако этого не последовало. Сейчас Усольцевы работают с юристом и надеются, что в скором времени врачи ответят за случившееся. Также они создали чат в социальных сетях, в котором уже более ста человек с похожими ситуациями. Валерия Сидоренко, Владимир Попов, телекомпания АТВ. Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации, обращайтесь к нам в редакцию. А сейчас к следующей теме. В рамках реализации проекта «Производительность труда» завершился конкурс «Лучшие практики наставничества». Организатор конкурса – Министерство экономики Бурятии. Главная цель конкурса – это выявление лучших наставников на предприятиях, стимулирование их к дальнейшей работе, поощрение этих наставников. В целом, в региональном этапе у нас проходил конкурс по трем номинациям. Это «Лучшие практики наставничества» в сфере «Производительность труда», в сфере профориентации и в сфере профессионального развития молодежи. Прошли заседания экспертной комиссии по оценке тех заявок, которые были поданы на конкурс. Победители у нас на сегодняшний день определены. Победителей конкурса объявят в торжественной обстановке 23 декабря – на заседании по регулированию социально-трудовых отношений. Кто работает на ЛВРЗ? Слесари, токари, сварщики, а еще музыканты. Конечно, профессионалами в этой сфере они себя не называют, но умело совмещают работу и творчество. Недавно ансамблю завода «Новая волна» исполнилось 10 лет. Как они отметили юбилей, смотрите в нашем репортаже. У этого коллектива начиналось все с малого. Робко, но все же делая шаги, новая волна росла и из обычного творческого объединения выросла в настоящую семью. Ничем не занимался, ни вокалом, ни творчеством, ничем не занимался. Ну, просто как-то нравилось, это, не знаю, был страх, наверное, перед тем, чтобы, ну, как выйти на сцену, вообще петь. Ну, а сейчас это эмоции, это адреналин, это просто без этого уже никак. Оно сидит где-то внутри, и просто это кому-то надо открыть. Ну, вот, мне помогли, и я открыл свою отдушину. «Новая волна» подарила Сергею не только друзей и любимое дело, но и помогла обрести любовь. «Мне повезло, то есть я, можно сказать, благодаря творчеству и нашел свою супругу». «А, вы познакомились в коллективе?» «Да, познакомились не в этом коллективе, а у нас на заводе был еще КВН, познакомились там». «И решили вместе пойти уже?» «Ей пришлось, да, так как я был в коллективе, ну, выбора у ней не было». За все время коллектив стал известен многим «Улану Дэнсам». Артисты часто выступают на городских мероприятиях, но признаются, без правильного руководителя ничего бы не получилось. «Если чувствуешь, что у человека есть эта изюминка, есть эта творческая, как бы, ниточка такая, нужно было просто их убедить, что мы собираемся единомышленники, мы собираемся друг на друга похожи и хотели себя выразить. И даже и на первых порах люди старались, люди старались, они не знали, как себя сценически вести, как зайти, как выйти. Приходилось учить, как нужно вообще себя вести и с микрофоном, и со зрителем. Понимаете, это была такая учеба, но которая окрыляла, которая нравилась потом. «Новая волна» – моя стихия. Музыка, поэзия, любовь. «Новая волна» – как нерв в России. Все зовет, ведет нас вперед, все вновь и вновь с праздником. Педикюр, спа и даже шугаринг – эти слова давно перестали быть чисто женскими. Женщины носят мужские костюмы, а мужчины надевают облегающие леггинсы. Что это – необратимый процесс или мимолетная тенденция времени? Разбираться в этой теме мы отправили Ивана Егорова. И да, он носит узкие джинсы и, возможно, делает маникюр. Это мы еще не выяснили. А что думают горожане о миксе мужского и женского – узнаем в рубрике «Улану де лайф». Он ходит на маникюр, она забивает дома гвозди. Он сидит в декрете, она работает на заводе. Хорошо это или плохо – сейчас мы узнаем у наших горожан. Здравствуйте! Происходят такие колоссальные изменения, как мужчины стали ходить на маникюр, на педикюр. Девушки стали, наоборот, больше работать. Мужики сидят дома в декрете, девушки работают. Как вы к этому относитесь? Нейтрально. И все? То есть я вас сейчас уговаривал 15 минут для того, чтобы вы мне просто сказали нейтрально? Все случилось? Как ваше настроение? Че убегаете? Че стесняетесь? Здравствуйте! Вот видите, хорошая женщина, шапочка у вас классная, жубка тоже бравенькая. О, кольцо какое-то, что, нефрит? Нет? Нет. Нет? Ну, такие тенденции, видимо. А как вы к этому относитесь? Никак, абсолютно. Никак? То есть вы нейтрально придерживаете это позиции? Это дело каждого. Сейчас молодежь подрастает, то, что вот мальчики начинают красить ногти, носить более, там, не знаю, узкий джин. Воспитывать. Немножко как-то, как помощь. Это проблема родителей или чья-то проблема, может быть, не знаю, государства? Родителей. Здравствуйте. Куда идете? Да. Куда? Чтобы семья, самое важное, чтобы была счастлива. И не важно, как у них доход идет, она либо зарабатывает достаточно, либо он зарабатывает достаточно. Как ваше настроение? Настроение? Не знаете? Не грустно вам? Да. Это же решение любого человека, как ходить, в чем одеваться. Куртки. Ага. Куртки. Куртки. Ну ладно, все хорошо, спасибо большое, до свидания вам. Мальчик с девочкой за ручку, они дружат, у нее накрашенные ногти и у него накрашенные ногти. Это просто подростковое что-то? Прикольно, голубь. Сейчас к нашему оператору на голову сел голубь, ты можешь это снять? И ко мне на руку? Ничего себе. Блин, надо отстабилизировать, да, вот так вот, вот еще-еще. Все, он тебе там пироженку оставит на голове. Я, конечно, мальчиков с накрашенными ногтями не видела, но я думаю, что ничего хорошего. У вас есть в колледже, в вашем университете, тот, кто там, мальчики ходят с крашенными ногтями, я не знаю, может быть? Ну, есть, на нашем факультете нет, по универу есть. По универу есть, да? Замечаете-таки, как вы к этому относитесь? Лояльно? Тебе 17, тебе все простят, ладно, тебе 20, тебе все простят, ладно, тебе 25, тебе не все простят. Ты выйдешь в район и уже поймешь, что так не надо делать. Jingles bells, jingle bells, you can go all the way. Over five, two, three, nine, one who's open sleigh. Хэй! Браво! Все, 500 рублей. Обычно, когда молодежь растет, девочки, мальчики чего-то хотят, чего-то насмотрятся. А в общем, мне кажется, это все со временем пройдет. Я скажу, я вас не оскорблю? Нет. Ну, потому что мужчины переродились. Потому что женщины стали более мужественные, чем мужчины, они берут на себя больше ответственности. То есть, ну, соответственно, мужчин-то как таковых и не стало, сейчас не встретишь в наше время. Ну что, мои хорошие, как вам выпуск? Я знаю 100% что вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, потому что вы можете выиграть сертификат на сумму 5000 рублей от мехового салона Иринель. Также, приобретая меховое изделие в салонах Иринель, вы можете выиграть путевку на двоих, круиз по Средиземному морю. Да, не упускай возможность, шубку покупай на круиз, улетай. Вот такой я рифмовлет. Ну что, хорошего вам там вечера дня, какой сейчас выпуск. Ну, это обрежут же, надеюсь, да? Ну, все хорошо. Чтобы быть в курсе свежих новостей, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. На этом у меня все. С вами была Кристина Брилева. До встречи в эфире. Средство для мытья посуды GlanceMister со скидкой 40%. Всего за 119.79. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССЕК. С Новым Годом! Пусть исполняются все желания. Приходите в оптику СССЕК. Здесь тепло и красиво. Здесь любят и дарят подарки. Я люблю оптику СССЕК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok